Здравствуйте! Мы продолжаем серию программ «Ваш юрист» и снова у меня в студии известный приморский адвокат Игорь Поляков. С вами Светлана Садовая. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, на прошлой программе мы с вами разговаривали о необходимости присутствия юриста в суде. А сегодня я бы хотела поговорить о более узкой специализации, о том, кто такие адвокаты. Это же тоже направление юриспруденции, правильно? Совершенно верно. Так вот, в чем отличие адвоката от юриста? Юрист более широкое понятие, адвокат более узкое? Ну, собственно, да. Давайте так. Юрист – это квалификация по диплому, аттестату, сертификату, свидетельству, удостоверению, чего я только не видел. Адвокат – это уже профессия. Юристов много. Есть юристы среднего образования. Я видел юристов-экономистов, юристов-юрисконсультов, юристов-бухгалтеров. Есть юристы с высшим образованием. Требования к адвокатуре и к адвокатам. Следующее. Адвокатом может быть человек, получивший высшее юридическое образование в аккредитованном ВУЗе. Поэтому многие юристы просто в силу полученного недостаточного образования или сомнительного, они при всем желании не смогут стать адвокатами. Подытоживаем. Юрист – это образование, адвокат – это профессия. То есть юристом может стать кто угодно? Даже если у него 9 классов образования? Я в 90-е видел удостоверение юриста с курсами в 3 месяца, в полгода. Я уже не говорю про купленные какие-то документы и прочее. Разумеется, они не признаются. И оговорки в законе об адвокатской деятельности и адвокатуре. Адвокат должен получить именно высшее образование, еще и в ВУЗе проверенным, признанным, соответствующим каким-то государственным стандартам. А скажите, пожалуйста, как тогда выбрать адвоката для защиты в суде? Адвокаты для защиты в суде. Вы, наверное, имеете в виду выбрать среди юристов. Потому что юрист, есть юристы частнопрактикующие, и они тоже могут быть представителями в суде. По гражданскому же делу. Давайте так. Отличия между адвокатом и частнопрактикующим юристом, как правило, нет. И те, и те могут представлять граждан и организации в суде. Неважно, административный, гражданский, арбитражный суд. Приведу пример. Спор на стороне истца, физического лица, и юрист, частнопрактикующий, и адвокат. На стороне ответчика, это организация, юрист-консульт, и там специфический спор, и привлекли специализированного адвоката. То есть юрист, юрист-консульт, адвокат, адвокат. И тех и тех можно приглашать. Но есть одно исключение. Монополия адвокатуры, это признано государством, презюмируется на уголовный процесс. На стадии предварительного расследования могут быть только адвокаты в суде, наряду с адвокатом, может быть, любой лиц. Приведу пример. Сейчас у меня уголовное дело. Я представляю, сейчас подсудимого, тогда он был обвиняемый, как адвокат. У подсудимого есть родной брат, грамотный юрист, с большим опытом работает. Вот на стадию следствия его не допустили. Запрет. В суде, наряду со мной, он вошел в процесс, и у человека теперь два юриста, два защитника. Защитник-адвокат я и защитник-юрист. То есть у вас даже полномочия одинаковые, да? Или полномочия разного юриста и адвоката? Нет, полномочия одинаковые, они регулируются процессуальным, так скажем, кодексом. А качество услуг юристов от адвокатов чем-то отличается? Ну, зачастую отличается, а все-таки адвокаты оказывают более грамотную юридическую помощь. Это объясняется тем, что в адвокатуре есть, так скажем, требования определенные, стандарты, и они повышенные. И не надо забывать, что адвокат – это профессия, которая, по сути, является конституционной, как вид помощи. А конституция гарантирует право гражданина на квалифицированную юридическую помощь. Поэтому, когда мы говорим об адвокате, мы говорим о человеке, которому уже предъявляются повышенные требования самой адвокатуры, как организации. Более того, эти требования предъявляются уже на начальном этапе, когда претендент хочет стать адвокатом. То есть, он проходит двойную фильтрацию. Сначала он проходит компьютерное тестирование, затем устное собеседование, экзамен перед квалификационной комиссией. И не на минимальное знание, а на соответствие. Он должен знать и ориентироваться по многим отраслям права. К юристам такие требования не предъявляются. Поэтому они работают по принципу «как смог, так сделал». Хотя среди юристов попадаются юридических организаций очень мощные, грамотные и организации, и юристы квалифицированные, которые составляют достойную конкуренцию адвокатам. Поэтому, когда люди выбирают, они должны понимать, что все-таки в адвокатуре это уже отбор. Люди, прошедшие отбор. Более высокая квалификация. Да, изначально они более дисциплинированные адвокаты. Они более ответственные, потому что они дорожат и своим статусом адвоката, который они могут лишиться за недобросовестную, некачественную работу, проделанную правовую. Они самообразовываются, проходят учебу. Среди юристов тоже можно встретить грамотных людей. Но там вот в этой массе юристов ты можешь заблудиться большие риски. Вот ты как пришел на вещевой рынок, там вот навалено тапочки, куртки, белье, рубахи. Вот ты ковыряешься, выбираешь. Здесь уже все как в бутик торгового центра. Здесь вроде дороже, но здесь все на подбор. Рубашки, плащи. И здесь и здесь можно вещь некачественную получить. Но все-таки больше шансов, что ты получишь квалифицированную именно помощь. Скажите, пожалуйста, почему такие жесткие требования предъявляются именно к адвокатам? Об этом говорит хотя бы то, что именно эти люди допущены к уголовным процессам. Ну вот почему именно к ним такие жесткие требования? Видите, дело не в самих адвокатах. Дело в том, что любой адвокат состоит в какой-то региональной адвокатской палате. И это требования палаты и института адвокатуры. Они традиционные, потому что это организация. Частно практикующий юрист, он никакими требованиями стандартными не связан. Он как кошка, гуляющая сама по себе. Ну как смог, так и сделал. То есть юрист может быть фрилансер? Да, это фрилансер. Почему к ним зачастую и претензии, и люди даже не могут им высказать, потому что юрист потерялся, и его не могут найти. Адвокат всегда состоит в каком-то, не просто в региональной палате, он еще в адвокатском образовании. Бюро, коллегия, консультация, кабинет. Он всегда на контроле, так скажем. Для адвокатов свойственна корпоративность. Поэтому они общаются между собой. Всегда адвоката можно найти. К юристам такие требования даже изначально не предъявляются. Почему сейчас в этом объеме, в этой массе частно практикующих юристов их хотят ориентировать все-таки на вступление в какие-то мощные организации. Не просто юридическая компания с таким-то названием. И вот для этой цели создана на сегодняшний день ассоциация юристов России. Это уже организация с таким федеральным уровнем, тоже с регионально дислоцирующимися отделениями. И они как раз и привлекают юристов, которые по каким-то причинам не могут или не хотят быть адвокатами. Они привлекают свои ряды. Вот именно с целью возрождения, пропитывания их корпоративным духом. Потому что юриспруденция, это же не творчество, закрылся, там и один на гитаре, там песни пишешь, музыку. Ты должен в юриспруденции набираться опыта и своего, и воспринимать как губка впитывать опыт коллег. Когда ты один, у тебя мало шансов приобрести такой богатый опыт, как в адвокатуре, когда адвокат постоянно общается с своими коллегами и он матереет гораздо быстрее. А следовательно выигрывает больше процессов. Больше шансов, грамотная защита, грамотное представительство, знание закона, нюансов практики. Это обеспечивает результат, порой даже гарантирует. То есть раз юрист может пропасть в процессе дела? Это обычная тема, не могут найти юриста. Все, телефон отключен, а где он и кто, не знаю. Объявление дано только по телефону где-нибудь в интернет-сети и все, нет. То есть на адвоката можно найти управу? Управу, это в плане жалоб, если, то можно, конечно, это тоже. Мы же в организации, соответственно, есть квалификационная комиссия, есть совет палаты, есть какие-то решения, резолюции, есть дисциплинарное производство. На адвокатов, ну, редко бывает, но тоже люди жалуются, приходится разбираться. На юриста жаловаться, честно практикующего, некому. То есть адвокат не может пропасть в процессе, процесса, скажем так, любого. Ну, это маловероятно, даже если такие случаи происходят по каким-то причинам. Они устанавливаются, люди обращаются в адвокатскую палату и все равно поиск адвоката гарантирует результат, так скажем. Как правило, человек может заболеть, может резко сменил номер, не успел предупредить доверителей, но адвокат находится. А чьи услуги дешевле? Адвоката или юриста? Я понял, это сложный вопрос, потому что это конфиденциальная информация, секрет, так скажем. Для сюжетного пользования. Да, это закрытая информация, но в сравнении и те примеры многочисленные, которые мне известны по рассказам людей, адвокаты все-таки подороже. Потому что адвокат, он, работая в деле и называя сумму вознаграждения, гонорара, он оценивает и риски профессиональные, и сложность дела, и свою квалификацию. Юристы зачастую от безденежья деппингуют. Там, приведу пример, кстати говоря, арбитражный спор на несколько миллионов, сложное дело, адвокат назвал сумму, там 150 тысяч рублей и по итогу положительному, по договоренности еще какое-то вознаграждение. От него отказались, юрист сказал, за 30 тысяч все сделают. Ну как за 30 тысяч ты все сделаешь? Ты сложность дела, понимаешь? Это дело может тянуться год, полтора. Это то же самое, как это, золотой теленок, сколько надо для полного счастья Шуре Балаганову? 100 рублей. Он и тысячу рублей может сказать, юрист, но в конечном итоге он каждый день будет приходить, тысяча, тысяча, тысяча и доберет свое. То есть все равно должно быть соотношение цены и качества. Если человек пришел в автосалон, машина стоит 500 тысяч, но хочешь, не хочешь, она столько стоит. А зачем брать? Я на остановке, на столбе видел, такая же машина, 50 тысяч рублей срочно. Выбирай риски, понимаешь? То есть это как 30 тысяч, если это намного дороже стоит. И вот люди порой, есть такой термин сленговый, ведутся на более дешевое, не понимая, что дешевое уже все, переходит за рамки какого-то качества. И результат получают, и каждую неделю ко мне приходят и жалуются на каких-то юристов. Я их, разумеется, даже ни разу не слышал, не видел фамилии и слышать не хочу. Потому что он, начинаешь выяснять там, цена была какая-то у него смехотворная. Ну ко мне как-то обратились, Игорь Михайлович, вы большой опыт работы, знаем репутацию вашу, разбой. Вот, мои интересы можете представить, я просто не работаю, вот, я говорю, ну а какая цена, вопрос у вас, ну 5 тысяч рублей. Я говорю, вы вообще представляете, юриста по разбою, там вопрос о лишении свободы стоит, там грубо говоря, и 5, и 7, и 10 лет может быть. Вы за 5 тысяч рублей хотите оплатить работу адвоката, это консультация столько может стоить. Ну она не стоит, но может стоить таких денег. Ну вот в голове вот людей порой такое желание сэкономить, что оно переходит в рамки какой-то разумности. Лучше вообще тогда не иметь юриста, если нет денег. Пытайтесь защитить себя сами, потому что юриста за тысячу рублей, вы найдете такого, что вы его сами будете консультировать, у вас знаний будет больше. Так порой зачастую происходит, да что же за юрист, я больше его знаю. Ну, кого выбрал, с тем и вот в путь. То есть получается адвокат может заранее, ну, что, как-то просчитать, насколько затянется дело, на какой срок, да, какие риски там в процессе обозначить клиенту, а не так сказать, что, ребят, мы через 2 недели дело выиграем, все будет прекрасно. В этом и состоит мастерство адвоката. Вы помните, юриспруденция, она чем интереснее, такая палитра радужная, она, вот если погружаться в нее, ты понимаешь, или с точки зрения обывателя, ты понимаешь, насколько это джунгли. Они и страшны, они и интересны. И вот именно маститость адвоката в том и состоит, что он заранее просчитывает, прогнозирует и оказывается прав, как потом выясняется. Люди это ценят, оценивают и доверители советуют. Это репутация, это авторитет, это количество выигранных дел. Какая система оплаты адвокатской работы? Система оплаты, она договорная. Я понимаю, это может быть разовая оплата, может быть разовая оплата за какое-то одно действие следственное или сходить в суд, может разовая за все дело, может быть абонентское. Это когда ежемесячно какой-то платеж фиксирован, независимо от количества в месяце, потом встреч, бесед, консультации, похода в суд или на следствие. В адвокатуре все регламентировано, еще раз повторяю, чтобы мы понимали. И этот момент, он отрегулирован, есть минимальные ставки вознаграждений, рекомендуемые региональными адвокатскими палатами. То есть адвокат не может из головы взять цифры? Почему? Если адвокат затрудняется, он всегда ориентируется на эти минимальные ставки и говорит, и меньше я брать не могу, это нежелательно. То есть он может это сделать, но это нежелательно. Это как ориентир, вот эти минимальные ставки. По соглашениям, как правило, цена больше. В каких-то ситуациях она соответствует этим минимальным ставкам. А каким образом заключить соглашение об оказании юридической помощи? Или расторгнуть это соглашение? Да, это, чтобы мы понимали, соглашение об оказании юридической помощи, это разновидность гражданского правового договора. Но в гражданском кодексе искать ее не надо. У нас спецрегулирование, спецзаконодательство, и это соглашение по форме и по содержанию, оно прописано в законе об адвокатской деятельности и адвокатуре. Поэтому люди иногда заблуждаются, особенно есть грамотные, уважающие себя, интеллигентные. Они приходят к адвокату со своими проектами. То есть этого не нужно делать, адвокат никогда не подпишет ваш проект документа. Потому что у нас свои проекты, своя форма, это просто требование закона. То есть я видел контракт на найм юриста-адвоката, договор правового агентирования, договор юридического представительства, договор посредничества представительства, договор о показании юридической помощи. И их там много. Это все творчество, которое противоречит закону. Приходя к адвокату, сразу же вы можете оценить его уровень мастерства от того, как у него написан документ. Это должно быть не договор, не контракт, соглашение об оказании правовой помощи. Регулировать, вернее обсуждать форму нельзя. Содержание, берете проект, у каждого он свой адвокат, это не устраивает порядок расчетов, сумма, какая-то ответственность, правообязанность. Творческий процесс. Что нарегулировали, о чем договорились на берегу, затем так она переподобилась. Но форма единая, соглашение. Соглашение. То есть это никоим образом там не договор. Оно называется только соглашение об оказании правовой помощи. Причем эти термины четко установили. Не юридических услуг, а правовой помощи. Это просто грамотно. И другие наименования, это как к человеку обратиться к вам, буду обращаться не по вашим паспортным дамам, а как захочу. И называть вас другим именем. Ну вы скажете, может быть, да ничего, можно так. Но в какой-то момент вы взорветесь, скажете, подожди, это неправильно. Меня назовут так. И здесь то же самое. Должно быть соглашение о показании правовой помощи. Расторгнуть его также можно. Это разновидность все-таки гражданско-правовых договоров. И к нему те же правила применяются. Разные причины. Пришли, расторгли договор, также подписали или расписались. Ну он в упрощенной форме, там не нужно бегать нотариально это делать или там заверять где-нибудь в Росреестре. Простая письменная форма, потому что здесь доверительные отношения. А если в процессе работы возникло недовольство адвокатом услугами его, там качеством оказываемых услуг, можно кому-то пожаловаться? Пожаловаться? Да, конечно. Здесь какой-то вышестоящий орган. Да, конечно. Я же говорю, мы все состоим в региональных палатах. Есть квалификационные комиссии, там совет. То есть люди пишут жалобы на имя президента адвокатского регионального образования. Они расписываются. Но изначально происходит как бы предварительный просмотр. Потому что в своей массе люди по незнанию считают, что есть какие-то нарушения, когда их нет. Нет. Разумеется, им тут же отказывают, чтобы не загружать в работу комиссии неправильно составленными документами. Есть определенные требования. А если человек пожаловался, работу адвоката как-то проверяют? Конечно. Безусловно, есть критерии, стандарты, есть многочисленные решения, разъяснение Федеральной палаты, обобщенная практика. Вот все, с чем люди на своем бытовом понимании сталкиваются или видят, читают, примитивно к судам, рассмотрение исков, процедура, решение. Вот применительно к нам в адвокатуру такое же производство. То есть оно не называется судопроизводство. Оно называется адвокатское производство, дисциплинарное производство. Там все регламентировано. Также по правилам все это проводится. Если адвокатам люди по каким-то причинам не нашли контакта или недовольны, конечно, можно расторвать с ним соглашение, заключить соглашение с другим адвокатом. Не нужно терпеть, что ну все, уже никуда не денешься, как на самолет сел, полетел, как не сойдешь. То есть можно, если, допустим, не возникнет, грубо говоря, психологический контакт. Это зачастую происходит. Это зачастую. То есть чаще всего и причины именно начали? Чаще всего просто не нашли адвокат и доверитель. Вы обратите внимание, у нас не клиент или заказчик, юрист. У нас адвокат и доверитель. В основе лежит доверие. Нет доверия, нет понимания человеческого. Человеку кажется, что адвокат мудренно говорит. Или глупости говорит. Или просто не понимает, что он говорит. Вот недавно людей консультировал, он говорит, что теперь все понятно. Подошли к одному юристу, наговорил, какие-то умные фразы, ничего не поняли. Он сказал, что это термины и по-иному никак не объяснишь. В конечном итоге мы ушли, в голове сумбур, каша. Просто, хотя грамотный адвокат, он говорил, дал грамотную консультацию. Но вот люди не поняли, меня поняли. Психологического контакта. Да, это психологический. Он первоначально, он обязателен. Не будет контакта, люди рано или поздно откажутся. Ну не сошлись, все. Две-два там в молекулу не слепились, не превратились. То есть адвоката завинить можно? Да, можно. А скажите, пожалуйста, а есть адвокаты, которые всегда выигрывают дела? Это одно из заблуждений людей, я тоже с ним сталкивался. Михалыч, ты извини, вынуждены, наверное, от тебя отказаться. Вот есть адвокат, профессор, он только выигрывает дела. Ну разумеется, от меня не отказались, потому что сориентировались вовремя. Это заблуждение. Это невозможно просто в принципе. К тому же, что понимать под победой? Гражданское, уголовное дело. Гражданское дело, это только выигранные дела. Не бывает, потому что иногда адвокат вступает в дело, когда нас атакуют. То есть ответчики. И он понимает, что много шансов проиграть. Но все равно рискует. Получилось, не получилось. И если уголовный процесс, тогда там вообще свои законы. Уголовные адвокаты, они даже по какой-то кастовости закрытой среди адвокатов отличаются. Но я не беру массу адвокатов. Я имею в виду классические адвокаты, такие зубры. Там такое дно в этих соглашениях между доверителем и адвокатом. Никто, никогда даже родственники не узнают, о чем они договорились. Он не виновен, человек. Я говорю, не виноват. Все, я на вас всех жалобы буду писать. Я говорю, послушай, я понимаю, что намудрил, перехимичил. Давай добьемся переквалификации, мне больше ничего не надо. Или все, я разбой не совершал, оговорили, подбросили, если это наркотики. Уже давай условно добьемся, ничего больше не надо. И люди по статистике, там, край суда, верховный. Так, адвокат такой, да, судили, дали условно. Да, не выиграл дело, неоправдательное же. Да, он не понимает, что доверитель просто доволен. Адвоката обнимает, вознаграждение дополнительное ему там засунуло в карман. Все, но это никто не знает, потому что тут же с камерой вышли официально. Все, тут же серьезно, возмущены. Условный срок должны были оправдать. Я к примеру говорю. К примеру. То есть нельзя так грубо подходить? Да нет, это только отношения, выиграл адвокат или проиграл, это отношения интимные. Условно говоря, между доверителем и адвокатом. Только доверитель может сказать, адвокат выполнил работу или нет. То есть проигранное дело у адвоката? Вы не можете это знать. Оно проигранное или выигранное. Нет ориентиров, какое дело считать проигранным или выигранным. Я знаю гражданские дела, где дело проигранное, человек на седьмом небе. Потому что его задача была, он знал сам, что он дело проиграет. Но его задача была затянуть процесс максимально. И он это добился. Или в этом процессе обыграть обстоятельства, чтобы они в судебном решении были так изложены, что потом он сделает такой ход, такой винт, и это решение просто проигнорируется другим каким-то делом, которое в перспективе. Это стратегия, как в шахматах. То есть когда говорят, да все понятно, Е2, Е4. Ну Е2, Е4 и все. Детский мат получил. А есть такие продумывают. То есть они сидят, думают, думают. А начиная с вопроса о том, у вашего адвоката выигрывающего дела, почему нет, это тоже как в спорте. То есть нет человека, даже если он талантливый, который только побеждает. Даже в шахматах говорят, чтобы стать чемпионом, нужно проиграть сотни партий. И здесь в основная масса адвокатов, в том числе известные адвокаты, адвокаты легенды, как плевак, основная масса дел проигранных. Это просто есть громкие дела, которые составили имя адвоката. Но в основной массе, это так и положено, так закономерно. Какие-то дела адвокат проигрывает, потому что понимает, что это дело малоперспективное, но нужно с него выжать все, что можно. Он выжимает, и люди довольны. Дальше их не интересует результат. А скажите, как найти хорошего адвоката? И вообще, что такое хороший адвокат? Хороший адвокат, я все-таки считаю в своей массе, мы затронули с вами вопрос, это психологические ориентиры. Вы должны чувствовать адвоката, адвокатство. Вы должны понимать, вы ниточка с иголочкой на длительный период времени, у меня порой после этого на всю жизнь друзья, потому что это как боевое крещение, товарищи. То есть только ты адвокату доверял, он тебе, вы прошли такое горнило. Все кругом, это все дети, что вы с адвокатом прошли, особенно в уголовном деле. Там отношения так вот каменеют, бронзовеют, что адвокат может позволить через годы прийти к доверителю, и сказать, как дела, не забыл про меня, дай денег. И он даст, потому что он будет смеяться, но будет благодарен, слави, бери. Вот. Но все-таки, если процесс какой-то, ну, более такой бытовой... Продай денег, я пошутил. Еще подумайте, что я там мелкий вымогатель. То есть, я не знаю, там, делят имущество при разводе, но все-таки требуется хороший адвокат. Вот что для этого делать? Ну, это поиск. Я почему говорю, не ждите, все равно у вас тоже пощекотит сзади или там холодком подышит на вас процесс какой-то. Уголовный, гражданский, арбитражный. Этого не может быть, чтобы человек прожил всю жизнь и не столкнулся с правом. Ну, это глупость, не бывает. Административное право, нарушил правила дорожного движения. Развод, там, раздел имущества, да, уголовный процесс. Это отдельная там категория. Люди все равно, каждый человек сталкивается с процессом. Когда есть к кому обратиться, это хорошо. Лучше иметь там 2, 3, 4 адвоката, потому что внутри адвокатуры тоже специализации. Как найти хорошего адвоката? Искать. То есть, ты познакомился с человеком, пообщался, понял. Слушай, интересный человек, понимая дело, все, общайся с ним. Познакомился с другим, этот знает, этот уголовный, этот гражданский, этот специализированный какой-то закон, морское право знает, а я вот связан с грузоперевозками морскими. Вот это отдельный плац, потому что специализации везде есть. Опять же, специализация по регионам? Нет, по регионам нет. А морские грузоперевозки? Но это не региональная специализация, они везде есть. То есть, это просто специализация адвоката. Да, конечно. То есть, это метод проб и ошибок? Метод проб и ошибок, но лучше начать его сейчас, чем потом лихорадочно бегать. дай адвоката, дай адвоката. Настал момент, и ночью ищут все адвоката. А адвокат просто, каким бы он ни был хорошим, не хочет трубки брать. Просто сорвал телефон, сказал, а потом на утро перезвонит. Извини, я просто не понял, кто звонит. То есть нет ничего предосудительного в том, что действительно будет там их 2, 3, 4? Конечно, наоборот. Чем больше адвокатов, тем лучше адвокатов, юристов. В том числе у каждого свой профиль. Надо смотреть, в чем они специализируются. Чем больше вокруг тебя правовых помощников, это защита. Но это как телохранители. Больше телохранителей, больше гарантий, что тебя хулиган это не ударит. Давайте пожелаем нашим телезрителям найти своего хорошего адвоката, если понадобится. Спасибо вам большое, Игорь Михайлович, за очень интересную беседу. До свидания. Встретимся в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова